друзья привет посмотрите какая красота это восточно-казахстанская область а с вами аскар это we project главная медиа о людях центральной азии и мы совместно с компанией казах туризм отправились в инфо тур по восточному казахстану поэтому растут грибы выглядит кстати съедобно меня должно вылечить итак мы остановились на асиновском перевале вот здесь видно надпись алтай из казахстан все это меломан travel кстати компания меломан оказывается развивает туризм казахстане посмотрите какая красота открывается асиновский перевал украинский перевал Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, мы приехали в Голубой залив. Село Октябрьское рядом. Мы на подъезде к Бухтарь-Минскому вдохновили. Посмотрите, какая красота. На самом деле, только что был невероятный закат. Ну, как видите, он вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас солнце сядет. Очень здесь красиво. Дышится по-другому. Мы едем дальше. Продолжение следует... Итак, друзья, у нас первая ночь пройдет на базе отдыха скалы Sunrise. Sunrise – это, как вы знаете, восход. Поэтому мы сейчас пораньше ляжем спать, чтобы утром встретить прекрасный восход. Здесь бухтарма. Все будет как на ладони. Поэтому спокойной ночи и ждем утра. Итак, друзья, посмотрите, какая красота. Это локация Sunrise Скалы. Это база отдыха. И эта база отдыха – прекрасная возможность насладиться Бухтарь-Минским водохранилищем в уединенном, в отдаленном месте с множеством пляжей, прекрасным заливом и кристально чистой водой. Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная водная гладь. Вокруг летают дроны. Друзья, Бухтарь-Минское водохранилище – это одно из излюбленных мест для посещения как казахстанцев, так и жителей Центральной Азии и всего СНГ. Сюда постоянно, каждый сезон, толпы туристов приезжают. Это неспроста, недаром здесь. Очень красиво и живописно. Ну, а наша экспедиция продолжается в процессе поездки. Мы иногда останавливаемся на такие вот, так скажем, перевалы, когда стоп-дрончики полетали, и мы насладились прекрасным видом. Ну, а экспедиция у нас, конечно, интересная. Целых четыре дня в пути – это вам не шутки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, друзья, мы приехали в Катон-Карагай. Это природный заповедник, особо охраняемая зона. В 2014 году вошел в список наследия ЮНЕСКО. Здесь более 30 видов животных, птиц, которые занесены в Красную книгу. В общем, будет красиво. Итак, друзья, следующая наша остановка – это Ясная поляна. Собственно, это гостевой дом, расположенный очень в живописном месте, окруженном с одной стороны березовой рощей, с другой стороны – горами Алтая. Здесь очень, кстати, аутентичные гамаки, вот домики, возле которого я был только что. Мы сейчас пойдем вот в берлогу, где у нас обед, и далее двинем уже на рахмановские ключи. Тут, кстати, лесная местность, поэтому растут грибы. Выглядит, кстати, съедобно. Сейчас попробуем. Итак, на подъезде рахмановские ключи нам открывается прекрасный вид на долину. Посмотрите, только дух захватывает на самом деле. Проходит река между двух гор. Это очень красиво. Плюс сейчас дождь, мы видим, туман спускается с гор. Это потрясающее зрелище. Конечно, не летнее, осеннее, но тоже очень красиво. Красиво. Скалы очень прикольные, такие интересные формы. Опа. Фу. 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 Вот это красота. Итак, друзья, как видите, дождь не прекращается. Мы приехали на рахмановские ключи. Здесь не менее живописно, чем в других местах. Сейчас пойдем на озеро. И так наше путешествие по рахмановским ключам продолжается. Мы пришли на большое рахмановское озеро, или иначе бро. С высоты оно выглядит, как большой медведь, растянувшийся, решился отдохнуть среди леса. В общем, здесь очень живописно, классно. И я думаю, мы сюда еще раз придем уже утром. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Так, петличка чуть-чуть помокла, но она работает. Это все специально для того, чтобы получился классный контент. Ставьте лайки и пишите, как вам мое падение. В общем, саббординг для меня первый раз был запоминающимся на самом деле. Хорошо, что не очень глубоко, я плаваю темнее, но было экстремально. В общем, нужно уметь держать равновесие. Большое рахмановское озеро. После моей утренней внезапной, незапланированной ванны вот окунуться в теплый источник, самое то. Плюс они, как я говорил уже ранее, они лечебные. Меня должно вылечить. Итак, собственно, горячие источники. Здесь, естественно, средняя температура, это 37-40 градусов. Оседая на коже человека, радон оказывает такое стимулирующее и регенерирующее воздействие. Итак, друзья, рахмановские ключи. Очень интересные легенды, имеют их две. Первый расскажу вам сейчас. Охотник Рахмана в 1763 году занимался, собственно, охотой в горах и подстрелил морала. Преследуя его по окровавленному следу, он обнаружил, что морал находился в горячих ключах. Убив зверя, он проверил, что рана очень быстро регенерировала, затянулась. Вторая легенда гласит, что некий Абдрахман путешествовал по горам, очень сильно замерз, продрог и, чувствуя приближение смерти, спустился сюда, в долину. Здесь он обнаружил пар от воды, окунулся, согрелся, прогрелся. Ему это место спасло жизнь. И с тех пор стали абсолютно все жители округи посещать рахмановские ключи, чтобы найти здесь здоровье, согреться, ну и в целом прекрасно провести время. Красивые места по пути нам не прекращают встречаться. Посмотрите, очень бурная живая река, здесь явно кто-то ночевал, делал костер. А вот тот мост, он вообще прикольный, вот такой, посмотри. Немного даже страшновато по нему ехать, потому что он так вот немного прогнулся. В общем, красота нескончаемая. Итак, друзья, прекрасный подарок от природы в виде дождя, все сильнее. Ну а мы в Берельских курганах, это комплекс захоронений, которые находятся в Катон-Карагайском районе ВКО. Здесь более 40 курганов, которые относятся к 4 и 5 векам до нашей эры. Сейчас побеседуем с экскурсоводом музея, она нам немножко расскажет об истории. Здравствуйте, добро пожаловать в музей-заповедник Берель. Меня зовут Ерлана Важанат, я сегодня буду вашим экскурсоводом. Берельские курганы находятся в Катон-Карагайском районе между селами Берель и Жамбул. Треугольная терраса вдоль реки Бухтармы, площадь которой составляет 174 гектара. На этой территории расположены больше 100 курганов. То есть из древности люди эту местность использовали как могильник. Самые первые археологические раскопки проводил археолог Зейнола Самашев над курганом номер 11. Ну а сейчас мы зайдем внутрь реконструкции кургана номер 11 и внутри посмотрим, как все это было. И так мы побывали в Саксском кургане. Там очень интересные древние драугры и очень все похоже на игру Skyrim, которую все вы любите. Надеюсь, тут нет дракона. Че? Слышали звук? И так на обед мы приехали в заимку у Веры Павловны. Это аутентичная деревня, где, я уверен, очень вкусно готовят. Меня зовут Клима Вера Павловна. Я глава крестьянского хозяйства Климов. За мною маленький хуторок, который представляет вот это крестьянское хозяйство. Кроме того, что мы занимаемся крестьянством, мы еще и принимаем гостей на нашей заимке. У нас есть гостевой дом. Сейчас мы стоим у часовни, которую я построила в память о своем отце. Климов Павел Федорович. Я считаю, что это место силы такое великолепное. Часовня старобрядческая. Она освящена место по часовню. Место по часовню освящено старобрядческим священником отцом Глебом Суськомногорска. Освящена иконой Божьей Матери всех скорбящих радостей. И мы между собой называем ту часовню обитель радости. Так, это кажется не белуха. Друзья, Катон-Карагайский государственный национальный парк. Один из самых крупных нацпарков в Казахстане, если не самый крупный. Площадь его полмиллиона гектаров. И он граничит с одной стороны с Россией, с другой стороны с Китаем. Вот такие вот интересные факты. Итак, друзья, наша следующая остановка Катон-Карагай-Резорт. Здесь мы проведем ночь. И тут есть все, что нужно для крутого отдыха. Начиная от бассейна с форелью, заканчивая спортивной площадкой, юртами для размещения. Здесь достаточно-таки комфортабельно. И это место находится рядом с одноименным селом Катон-Карагай. Так что, если ищете, где отдохнуть в ЭКО, приезжайте сюда. Ну, а мы пошли ужинать. Мы заселились в Катон-Карагай-Резорт. Неплохо мы на Сулифас играли. Я выиграл в спальную кровать. У нас осталась сессия борцовской музыки. Короче, нормально здесь. Давай-давай-давай сюда. Все хорошо, прямо-прямо-прямо-прямо. Друзья, мы на Курчумской переправе. Это то место, которое позволит нам добраться до другого берега Бухтерминского водохранилища. Курсирует здесь три парохода, которые вмещают 30-35 машин. И в день, как нам сказали, около 300 машин посещают это место. Ну, а мы ждем свой паром. Ребята, всем добрый день. Меня зовут Олжас, фамилия моя Савитханов. Я занимаюсь активными турами по ВКО не только. Уже больше 10 лет путешествуем и показываем красоты нашего родного края. Наши топовые локации – это озеро Маркоколь, озеро Зайсан, гора Белуха, город Ридер. Занимаемся сплавами, активными конными турами. И, конечно же, всегда каждый год ждем наших туристов, чтобы показать наш родной край. Мы всегда тут, всегда здесь. Так что пишите нам, мы всегда все покажем. Итак, друзья, последняя точка нашего путешествия – славный город Усть-Каменогорск, административный центр региона и, наверное, основное стартовое место, откуда вы начнете свое путешествие по Восточно-Казахстанской области. Река Иртыш. Итак, друзья, мы в Усть-Камене, но нет, мы не в музее, мы в доме казахской кухни Куртен Вайн. По приглашению хозяина ресторана, мы сегодня отведаем вкуснейшие блюда национальной кухни. В днем, где 4 месяца мы его делали. Смотрите. Наоборот, он был в Казахстан, да, он был в Ертес. Это озеро Зайсан, которому сейчас некоторые исследователи считают около 60 миллионов лет. Казахстан Восточный Казахстан Восточный Казахстан – это больше про впечатление, нежели про отдых. Восточный Казахстан – это про сам путь, а не конечную локацию. Восточный Казахстан – это легкие наши страны. Для меня Восток – это долгожданная поездка, это вечно зеленая природа и интересные люди. ВКО для меня синоним со словом «уникальность». Это действительно уникально. Уникально то, что происходит сейчас. Уникально то, что было по всей программе «Инфотура» с нацпарком, самым крупнейшим в Казахстане. Это все достояние нашей страны, и каждый казахстанец должен это увидеть. В Казахстане я получил 3 страны. Первый – это табиат, второй – это жолдары, второй – это кеми, паром. Баня, сабборд на Рахмановских ключах и вкуснейший алтайский мед. Друзья, как вы смогли убедиться, Восточно-Казахстанская область хранит в себе просто невероятные красоты, невероятную природу и бешеный потенциал для туризма. Друзья, исследуйте свою родину, исследуйте мир, открывайте для себя новое и всегда развивайтесь. С вами был Аскар, WeProject. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это будет важно. Путешествуйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!